Егор Борисов побывал в гостях у Галины и Андрея Гладких в селе Максоголох. Супруги воспитывают 10 детей, 5 девочек и 5 мальчиков. Старшему 17 лет, младшему ребенку полтора года. Глава республики расспросил супругов об их быте. В первую очередь его интересовало, какие сложности испытывает семья, есть ли у детей возможность посещать спортивные и музыкальные кружки. Борисов также спросил, знают ли Гладких о льготах, которые по закону полагаются многодетным семьям и пользуются ли они ими. Отец семейства посетовал на то, что испытывает неудобства из-за необходимости ездить в районный центр и писать в администрации заявление на оказание помощи. Это занимает время, приходится отпрашиваться с работы. На это Борисов ответил, что на днях подпишет указ, который должен решить эту проблему. Бывает в соцзащите раз в год, как адресная помощь получается. Вы обращаетесь по заявлениям, и кому обращаетесь в управление? Вот в администрацию УЛУСа, получается, туда. Да как бы давать, практически как говорят, вы ездите по Кровус, да? Да. Ты туда заходишь в управление? Собираем, там нам дают, что собрать документы, мы все собираем и им приносим этот пакет документов. Управление социальной защитой занимается вашими проблемами. Но они всех людей не видят, на слегах, поселках не видят. Они живут в райцентре. А вас видит глава поселения здесь. Он смотрит, видит своих жителей. Но при этом у него полномочий нет, заниматься вами. А у них полномочий есть, но они вас не видят. Кроме вас еще кто-то здесь, наверное, нуждается, там какая-то поддержка и так далее. А глава всех знает. Поэтому вот я хочу принять решение, чтобы от управления социальной защитой передать полномочия в выявлении таких людей, там на местах, кто их, в чем нуждается, и сделать возможность, чтобы они были инициаторами оказать поддержку и так далее. Поэтому вы не будете теперь по кровь сидеть, а будете обращаться к главе по каким-то проблемам, и он будет принимать какие-то решения или заявлять там в управлении социальной защитой или в министерстве и так далее.